Украина не выполнила обязательства по соблюдению режима тишины. МГБ ДНР опровергла причастность к убийству полковника СБУ в Мариуполе. Израиль рассматривает возможность введения войск в Сирию. Украинские силовики не выполнили взятые Киевом обязательства по соблюдению режима прекращения огня с полуночи 1 апреля. Как сообщили в оперативном командовании ДНР, за сутки зафиксировано 86 обстрелов, из них 7 были совершены после полуночи. Всего, по данным ведомства, противник открывал огонь по 28 населенным пунктам республики. В СУ применяли тяжелую артиллерию калибрами 152 и 122 миллиметра. Танковые орудия, минометы, вооружение БМП, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. За сутки обстрелами украинской армии были повреждены жилой дом и здание школы в селе Цзержинское, а также дыма в Петровском районе Донецка и в Ясиноватой. Помимо этого, в результате вечерних обстрелов были обесточены пять сел в Новоазовском районе на юге ДНР. Заявление украинской стороны о причастности ДНР к подрыву автомобиля в Мариуполе, в результате которого погиб полковник СБУ Александр Хараберюш, не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявила пресс-секретарь силового ведомства республики Мария Петрова. Обвинения в причастности ДНР к убийству начальника главного отдела контрразведки УСБУ в Донецкой области Александра Хараберюша совершенно беспочвенны, безосновательны и надуманы. ДНР не использует против своих оппонентов методы террора. В отличие от украинских спецслужб, диверсанты-террористы, которые не так давно были задержаны в Министерстве госпозапасности Луганской народной республики. Комментируя сам теракт, представитель МГБ ДНР отметила, что, скорее всего, он стал либо следствием конфликтов на основе коммерческой деятельности Хараберюша, либо следствием попыток СБУ нейтрализовать активность украинских радикалов из военизированных националистических банкформирований, осуществляющих блокаду Донбасса и не оставляющих попыток захватить власть на Украине. Израиль готов в случае возникновения реальной угрозы к проведению военных операций на территории Сирии против воюющего там иранского движения Хезболла и других проиранских формирований. Об этом заявил посол Израиля в России Гарри Корен в интервью Интерфаксу. «Иранский режим всегда был заинтересован в поддержке Сирии и Хезболлы, использовании их как эффективного союзника, который создает угрозу Израилю, выполняя функцию по сдерживанию». Корен подчеркнул, что действия Хезболлы в Сирии остаются неабстрактной угрозой для Израиля. В связи с этим посол заверил, что Израиль незамедлительно отреагирует в случае обострения ситуации на голландских высотах в Сирии. По его словам, с этих территорий случаются преднамеренные или непреднамеренные обстрелы израильской территории. Соединенные Штаты принимают председательство в Совете Безопасности ООН. Руководить работой ключевой структуры Всемирной Организации впервые будет Ники Хейли, занимающая должность постоянного представителя США менее трех месяцев, но уже запомнившаяся своей критикой в адрес ООН. Стоит отметить, что Хейли входит в число представителей новой американской администрации, которая открыто выступает за сокращение финансирования ООН. В частности, в середине марта она заявила, что организация тратит больше денег, чем должна, и это во многом накладывает значительно большее бремя на Соединенные Штаты, чем на другие страны.